Итак, приветствую всех на канале Амаркет. Сегодня среда, и в рубрике «Открытый микрофон» Александр Котин я расскажу о своем видении финансовых рынков с точки зрения волны леота и теории хаоса. Давайте посмотрим на евро-доллар. Начнем вообще со всех валютных пар, пройдемся по ним постепенно, по каждой из них. В прошлый раз по евро-доллару я говорил о том, что рассматривал бы сигнал на покупку, я все-таки зашел в сделку с 4-часового графика, сигналом был вот этот бар, я его называю дивергентный, здесь была дивергенция и, соответственно, завершилась, на мой взгляд, волна А, В и С. Но это покажет только время, потому что вероятность того, что здесь мы можем дальше пойти по тренду, также остается, поскольку явные смены тренда и признаков смены тренда лично я пока здесь не вижу. Это будет понятно только после того, как начнется какое-то более-менее сильное, значительное движение. Пока этого нет, значит просто ждем и наблюдаем за развитием текущего импульса. Да, это импульс, поскольку здесь был более такой коррекционный характер, а здесь более импульсный характер, вот в текущей волне. Кроме всего прочего, тут 1, 2, 3, 4, 5 просматриваются очень хорошо, я думаю, что это А, это В, и вот в принципе для волны В здесь характерно вот такое движение, и я думаю, что не исключено, что где-то здесь снова придут покупки. Но так как я заходил с 4-х часов, я и остаюсь в рынке. Это позиционная сделка, я не собираюсь ее закрывать и буду в ней сидеть до выхода по сигналам выхода, когда у меня эти сигналы выхода появятся. Дальше. Британский фунт. Также говорили о дальнейшем росте 1, 2, 3, 4 и вероятно развитии пятой волны. Пока что мы видим, как пятая волна развивается у нас в 4-х часовом графике 1, 2, 3, 4. Соответственно, где-то примерно в 30-ти минутном графике мы видим дивергенцию, также есть точка входа, но я бы не стал ее брать, на мой взгляд, здесь нужно подождать еще обновление минимума и более ясного сигнала. С другой стороны, вход в волну 5 это всегда слабая позиция, в отличие от входа в третью волну. Дальше. Швейцарский франк я пока не трогаю, я думаю, что в данном случае это А, Б и волна Б может здесь приобрести форму достаточно сложной коррекции, после которой возможно еще развитие волны С и довершение вот такого паттерна, как я его называю, ABC паттерн. Далее что? Поэтому франки я пока не трогаю, даже если мы возьмем с вами внутридневные какие-то масштабы, ну вот тут что-то можно было купить, но я не думаю, что есть вероятность какого-то там сильного роста. Я думаю, что можем пока остаться в этом диапазоне, про это в принципе я говорил еще недели две назад, что здесь может образоваться такая вот ситуация, такой вот диапазон, так называемый треугольник. Дальше что? По иене я вышел, вот здесь вот у меня была точка входа на продажу, здесь я пропустил точку выхода, у меня была другая точка выхода, я оттуда вышел. Все это пересиживать я естественно не стал. Насколько помните, говорили мы о том, что по иене у нас 1, 2, 3, 4, 5, импульс вверх, сейчас развивается его коррекция, если взять примерно сетку и рассмотреть возможности коррекции, то я думаю, что эта коррекция может продлиться, либо если она идет по варианту плоскости, что я не исключаю, поскольку в данном случае либо может быть вот такой вариант, когда у нас волна А достроится до 5-ти волновой конструкции и здесь будет соответственно дивергенция, тогда пойдем в B и C и будет обычная зигзагообразная коррекция, а может быть и другой вариант, когда А это тройка и B вот здесь вот может дать такой вот диапазон, то есть сложную волну B и только потом волну C. Поэтому пока я иену не трогаю, пока я присматриваюсь к возможным продажам при завершении волны B, либо при завершении вообще всей волны А и завершении волны B, я ее не трогаю. Она мне неинтересна, потому что здесь очень короткие импульсы и скорее всего таковыми они останутся до тех пор, пока вся эта коррекция не завершится относительно дневного графика, а там уже вероятнее всего мы сможем рассмотреть точки входа на покупку позиционно, но коррекция по времени здесь она явно еще не завершена. Тут надо подождать, может быть недельку, полторы, может быть даже две. Австралийский доллар, у меня был сигнал на шорт с часового графика. На дневном у нас получается, скорее всего, что мы идем по тренду. Первый вариант, который я здесь рассматривал это A, B и C и основная тенденция, она здесь направлена вниз. Поэтому в данном случае я считаю, что вот здесь были точки входа на продажу, можно было здесь стоять в продажу с дневного графика, но я посчитал, что здесь достаточно будет широкий стоп. С четырех часов, соответственно, один, два, три, четыре, то есть третья волна, она имеет максимальную движущую силу, соответственно, здесь четкий ABC паттерн и далее, далее здесь на часовике как раз таки я его и видел, поэтому и стал продавать в направлении основного тренда по достаточно... Да, вот с этого бара заходил, меня здесь не выбило. По сигналу с достаточно коротким стопом здесь у меня стоп порядка, там, наверное, 10, да, 11 пунктов. Это ерунда. Новозеландский доллар мне пока не понятен, поэтому я его не трогаю и, что называется, вам тоже не советую, по причине того, что в данном настоящем движении, я думаю, что может, конечно, быть так же продолжение по тренду, как и по австралийскому доллару, но вот в данном случае может быть вот такая ситуация ABC, то, что волна С еще не закончена и после обновления максимума, вот тогда я бы рассмотрел возможности продаж. Поскольку здесь весь импульс хорошо видно, вот была волна 1, 2, 3, соответственно, это все, скорее всего, 4 развивается здесь, после которой возможны продажи. Это не является сигналом на продажу на 4-х часовом графике, вот этот бар и, соответственно, с 2-х часов, либо там с часовика 1, 2, 3 только, видите, то есть тут я бы не стал рассматривать продажи пока что. На канадском долларе у нас была импульсная волна, ее хорошо видно вот здесь. Она скорректировалась практически в 38,2, но есть у меня подозрение, что вся эта коррекция могла не закончиться. Бывает такое, что волна B уходит за максимум предыдущей волны, допустим, импульсной, предыдущей импульсной волны. Вот здесь, конечно, была точка входа на покупку, но она была такая неярко выраженная, поэтому я бы не стал ее брать. Вот, собственно, и все. Поэтому по канадцу, конечно же, на дневном графике я вам объяснял еще в прошлый раз, что здесь достаточно, может быть, сложная коррекция, и не исключено, что еще можно будет увидеть движение вовнутрь вот этого сужающегося диапазона. Время покажет. Золото я пробовал шортить, но я стою всегда до стопа, и на дневном графике считаю, что волна C еще могла не завершиться. То есть 1, 2, 3, 4 и 5. Но, как я уже сказал, вход в волну 5 или в предполагаемую волну 5, это всегда слабая сделка. Это всегда слабая сделка, в отличие от того, когда вы заходите с первого-второго импульса, ну, с 1, 2 паттерна в третью волну. Потому что никакой пятой волны здесь может просто-напросто не быть, и просто уже идет разворот. Ну, окей, значит, будем подстраиваться под рынок и смотреть, что будет происходить дальше. Во всяком случае, главное, чтобы это все проходило по рискам, и чтобы стоял стоп. В данном случае на серебре происходит то же самое. То есть я пока что, пока рынок мне не дал обратного, наблюдаю за тем, что здесь происходит. 1, 2, 3. Это скорее 4. Возможно, еще будет обновление минимума. Поэтому вот этот сигнал для меня был неподтвержденный, как и, в принципе, по золоту на дневном графике, поэтому я здесь не покупал. Бренд. Я вам говорил о том, что могут прийти продажи. Собственно говоря, они и пришли. Только единственное, что не было сигнала на вход. А так, структура, она вся здесь хорошо видна, но она коррекционная. Была явно видна и понятна еще до того, как все вот тут началось вниз. Дело в том, что в данном случае здесь хорошо был виден вот этот импульс и его коррекция, потому что вверх, вот этот подъем, он очень хорошо отражал именно то, что это движение коррекционное по характеру. Вот сравните вот то, что было вниз и то, что было вверх, вы увидите разницу. Импульсное движение, его очень хорошо видно всегда. Паттерн коррекционный какой-то. Его тоже всегда очень хорошо видно. И он практически приходит в 61.8 от предыдущего снижения. Поэтому здесь я рассматривал сигналы на продажу. Их тут не появилось, но движение пошло без сигналов. Это значит, что я пропускаю первый импульс, жду отката и с него уже присоединяюсь к движению. Все легко и просто. А там же можно будет посмотреть, как будет развиваться ситуация по нефти и не строится ли здесь очередная треугольная коррекция, которая опять же может быть некой волной B, A, B, C, D и E. И вот вся волна B, большая B, она могла собственно здесь и закончиться. Вот таким вот образом может развиться уже волна C старшего порядка, уже к обновлению вот этого минимума. И в этом случае у нас после уже завершения волны C завершится вся коррекционная волна, которая волну 1 корректирует. 1, 2, 3, 4, 5. Я не думаю, что нефть пойдет обновлять минимум 15-го года и так далее. Это больше похоже на то, что это волна B, волна C и отсюда вполне возможны потом покупки. Но это покажет время. Я не претендую на то, что я буду там прав или не прав. Мне это абсолютно не важно. Я предсказаниями не занимаюсь. Для меня имеет значение то, что происходит здесь сейчас на рынке по S&P. И я пытаюсь второй раз заходить в покупку. Я понимаю, что здесь идет удлинение. Удлинение это всегда такой момент, когда сложно увидеть его завершение. Но на мой взгляд, то, что я вижу в 4 часах, это удлиняющийся паттерн. А то, что я вижу в часовике, это 1, 2, 3, 4, 5. Это завершение какой-то локальной пятой волны. И на нем же, на этом же импульсе, появляется вот этот барнок, в котором я собираюсь продавать. Собственно, уже продал. С заранее понятным, известным мне риском. По биткоину, соответственно, тоже идет удлинение. И я бы хотел ваше внимание обратить на то, что биткоин имеет такой вот характер движения, что его коррекции, а их можно отличить от импульсных волн, достаточно легко. Вот импульсная волна, вот импульсная волна, вот коррекционная и вот коррекционная. Так вот, коррекционные движения, если вы обратите внимание на характер этих движений, или на поведение рынка в этих движениях, то вы заметите то, что они очень похожи. И, ну, это фрактальность рынка в этом выражается, в том числе. То есть, его самоподобие. Если мы посмотрим, куда корректировалась волна предыдущая, то есть, предыдущая коррекция, корректировалась коррекция, ну да. И посмотрим, куда у нас корректируется текущее движение, то, скорее всего, эта коррекционная волна, она просто еще не закончена. Вот. И здесь идет явное удлинение. Я думаю, что рано покупать. Есть вариант того, что мы просто перебьем вот этот минимум, и только после этого у нас завершится какая-нибудь, ну, к примеру, там А, Б и С. Вот так. Поэтому здесь очень аккуратно. Я выбирал здесь точки входа с очень низким риском. И, соответственно, тут один раз только пробовал заходить в покупку. И все. Теперь просто стою вне рынка и наблюдаю. На этом, пожалуй, у меня все. Я желаю вам успешной торговли. Также хочу сказать, что завтра четверг, 21 ноября. И я буду проводить мастер-класс. На него вы можете записаться, перейдя на мой канал в YouTube. Там есть запись в сообществе. В мастер-классе я более подробно расскажу о том, как я работаю на финансовых рынках, расскажу о принципах торговли. И если это будет вам интересно, в конце расскажу о том, как можно со мной поработать либо в рамках персонального коучинга, либо в рамках курса, который можно пройти и получить по каким-то своим вопросам от меня обратную связь. Желаю вам успехов. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok